Bonjour! А у нас сегодня слова-палочки-выручалочки. Они нужны в разговорной речи тогда, когда какое-то существительное или прилагательное, но напрочь вылетели из головы. Вот, кстати, поэтому я и говорила как-то в одном из своих предыдущих постов, что язык – это глагольная форма. То есть помнить, как озвучивается то или иное действие, важнее, чем зачастую какое-то существительное, которое можно заменить словами, например, «трук». Ну, «трук» – это штуковина, ну, это. Или «машан» – тот же самый перевод. А «машан», кстати, может быть ещё и прилагательным, который вы никак не можете вспомнить. Например, «машан шоуз» – ну, вот такой-то, какая-то, такая. Эти два слова настолько часто употребляются французами, что невольно уподобляешься этой привычке и начинаешь в разговорной речи достаточно часто заменять слова, которые не хочется лишний раз вспоминать, напрягая мозг, на вот эти вот «трук» и «машан». Это неправильно. Ну, из ещё интересных выражений есть «grand chose», точнее, выражение «ce n'est pas grand chose» или «pain grand chose». Ну, пустяк, ничего особенного. Есть ещё одно весёленькое «patati patata». Ну, прочая ерунда. Пятое-десятое – это когда вы что-то рассказываете, перечисляете, и вам неохота вдаваться в подробности, и вы говорите «эй, patati patata». Ну, а в следующий раз мы поговорим о том, как выразить сожаление по-французски. «Трук», «трук». «Машан», «машан chose». «Па grand chose». «C'est pas grand chose». «Па-та-ти, па-та-та, и па-та-ти, и па-та-та». Субтитры создавал DimaTorzok